Монументы ушедшей эпохи. Так можно окрестить нынешнее состояние подземных пешеходных переходов в Уральске. Из пяти ныне функционирует лишь один. Еще один должен работать, но на момент съемки его двери оказались закрыты. А между тем полиция рапортует. Будь открытой подземки, нарушений со стороны пешеходов, травма, а где-то и летальных исходов было бы меньше. Из подземелья наш следующий репортаж. Мой репортаж сразу начнется со спойлера. Вот здесь закрыто. Я же говорил, и почему я не удивлен, большинство подземных переходов закрыто. Открытый это скорее как праздник. Вот здесь, вот даже можем обратить внимание, все поросло травой. Вспомните сами, когда вы в последний раз спускались в подземку. А между тем, они важны. В полиции отмечают, что с начала года, только с начала года, уже зафиксировано около пяти тысяч нарушений. Они связаны с переходом дороги в неположенном месте. В полиции признаются, их было бы меньше работой подземные переходы. Ну а пока, к сожалению, мы можем констатировать только одно. Подземные переходы в Уральске – это ровно такой же монумент ушедшей эпохи, как вот этот памятник дочерям казахского народа. На территории города Уральска зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 4 пешехода погибло и 130 получили ранения различной степени. У нас получилось 5 подземных переходов. Вот если бы они все функционировали, было бы меньше нарушений, как вы считаете? Конечно. Оно влияет на безопасность дорожных движений. Вообще в городе существует 5 подземок. Одна из них находится на самом, пожалуй, оживленном районе, районе Центрального рынка. Вот мы подходим к улице Курмангазы. Здесь есть подземный переход, сейчас мы в него спустимся, но люди почему-то упорно в него не идут. Они перебегают дорогу вот здесь. Естественно, светофоров здесь никаких нет, пешеходного перехода тоже. Есть только подземка. Но вот в эту подземку почему-то не спускаются. Сейчас мы попробуем догадаться, почему. Почему? В Экимате нам сказали, что она функционирует. Она находится в доверительном управлении. Здесь вот даже столовая есть, можем, то есть, зайти, не только дорогу перейти, но и перекусить. Сейчас мы попробуем спуститься, посмотреть, почему же люди туда не ходят. Давайте проверим. Ну, она, собственно, и не работает. Дверь закрыта. Причем мы вчера приезжали, был ровным счетом то же самое. Да и в целом, вот по состоянию, если смотреть, в эту подземку спускаются крайне редко. Она вся поросла. Уложен бетон, но здесь прорастает трава, даже вот дерево выросло. Ну, как-то закрыли потом, ничего. А потом вообще он перестал. Перестали пользоваться. А так, вообще, как вы считаете, он нужен подземный переход здесь? Конечно, обязательно. Почему? Ну, потому что движение машинка сколько какое. Ну, там, переходить, пешеходный переход нет здесь. Это надо, чтобы туда идти или вон туда идти. А здесь удобно, конечно, перейти. Ну, мы пользовались в нашей молодости, наверное. А почему перестали? Ну, я не знаю почему. Потому что они, по-моему, уже не предусмотрены для пешехода. А потом, вы знаете, вот эти пешеходы, они вот как-то все равно сделаны неправильно. Куда вот либо едешь в другие города, переход должен ходить как? На четыре стороны. Вот мы на второй стороне этой дороги Курмангазы, где район рынка. Здесь вот тоже есть переход. При этом, чтобы люди не перебегали дорогу в неположенном месте, а вот там даже установлен небольшой маленький заборчик, который, впрочем, людей и людской поток не сдерживает. Прямо с моей спиной они сейчас переходят дорогу. А вот так вот, собственно, выглядит то самое доверительное управление в нормальном его проявлении. Человек, который арендовал это помещение, здесь продает констовары. Он организовал здесь крышу, какие-то нормальные условия. Единственное, в чем проблема, вот она та же самая, дверь закрыта. Правда, это не связано с тем, что переход не функционирует, как нам пояснил сам предприниматель, который арендовал это помещение, связан с этим другим фактором. Нуржан Медресов, именно так зовут предпринимателя, который взял в доверительное управление половину подземного перехода в районе рынка. Он отметил, что подземка не функционирует всего несколько дней. Это причина в проведенной санобработке. В этом году истекает срок его аренды, продлевать ее бизнесмен не намерен. Соответственно, переход снова станет лотом для розыгрыша тендера на доверительное управление. Предпринимателям, которые, возможно, захотят точно так же взять доверительное управление, другие переходы. Какие советы вы им можете дать? Стоит ли брать или нет? Ну, я вам так скажу. Все зависит в первую очередь от желания человека самого. Во-вторых, естественно, что если есть вечное желание, нужно, чтобы хоть какой-то запас капитала был. Потому что сейчас, на данный момент, например, я уже, ну, так скажем, в отчетах это указывал. Мы каждый год отчет же сдаем. И вот в отчетах я указывал, что есть проблемные моменты, о которых я в СМИ не хочу говорить. Но есть проблемные моменты, которые ни один предприниматель не может без согласия, так скажем, в госструктур поменять. Район 4-го микрорайона. Рядом находится торговый дом Астана. И здесь мы обнаружили единственный рабочий подземный переход. И он, кстати, здесь необходим, потому что дорога очень оживленная, людей в микрорайоне много. Соответственно, действительно, подземный переход – это то, что здесь нужно. И вообще, в целом, вот что я заметил. Подземный переход чистенький. Вот есть урна, куда убирают мусор. А внутри непосредственно этого помещения есть торговые ряды. Вот мы заходим внутрь. Здесь торговля, конечно, сейчас не такая оживленная, как, наверное, бывает в выходные дни или в вечернее время. Часть бутиков закрыта. Тем не менее, они есть, они функционируют. Переход здесь идет сразу на все стороны дороги. Людям этим активно пользуются, часто ходят. Вот мы можем обратить внимание, сколько здесь людей переходит дорогу именно через подземку. Да и в целом, наверное, торговля здесь идет неплохо. Сейчас попробуем узнать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы торгуете здесь в подземном переходе торговля. Как идет здесь? Ну, как здесь идет? Ну, не сказать прямо это самое. Здесь так вот люди прям стоят. Ну, люди вообще проходят здесь, переходят что-то смотрят? Ну, конечно, проходят, да. Люди проходят. А в целом, как вы считаете, подземные переходы нужны в городе? Нужны, конечно. Конечно. Для чего они? Спасибо большое, хорошая вам торговля. Хочется еще отметить, что здесь, неподалеку, на пересечении Гагарина и Сырмодатова, также есть подземка, только она не функционирует. Вот по Сырмодатова и Гагарина данный объект мы два раза выставляли на портал Еказна, веб-портал, но никто не участвовал, участников не было, в связи с этим он сейчас закрыт и стоит. Основные условия, которые предоставлены для доверительного управляющего, это содержать объект в чистоте, порядке, чтобы был беспрепятственный проход через этот переход, чтобы видеооснащение было, освещение, чтобы было, содержать чистоте. Также по условиям доверительного управления аренда длится 10 лет без права выкупа, а половина доходов предпринимателя идет в пользу государства. Желающих пойти на такие условия пока мало, поэтому, видимо, подземки и не функционируют. Мы находимся в подземном переходе, пересечении проспекта Бая и улицы Курмагазы. Это единственная подземка, где делают ремонт в принципе. Меры это вынуждены, поскольку здесь не так давно, весной, был порыв трубы, и из-за этого подтопило определенный участок. Впрочем, сама подземка, как и все, наверное, в городе, очень остро нуждались в ремонте, и вот он долгожданный, наконец-то, к моменту наступил. Приступили к ремонтным работам месяц назад, по срокам завершения пока ничего неизвестно. Данный переход, получается, на обеих улицах закрыт, и люди все еще вынуждены ходить по светофору. Алексей Кочемасов, Талгат Мурадбаев, Колыбек Акрап, Алихан Исказеев, Акжаик Акпарат.